дорогие друзья приветствуем вас на наших передачах на путях диалога мы говорим об иудейско-хосянском диалоге с вами я библист анатолий ермохин и легавета историк религии юрий табак юрий здравствуйте 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 друзья юрий мы не договорили прошлый раз с вами я пытался пытался рассуждать и давайте продолжим об этом говорить что нам евангельским христианам может быть нам людям которые никак не замешаны в антисемитизме да мы не знали кто такие евреи общен как я например но если мы хотим сближения миров если нашем сердце что-то не успокаивается пока мы не изменим ситуации эти вековые кривизны не выправим то нам надо брать эту субсидиарную ответственность даже если мы персонально не виноваты но по крайней мере мое такое личное отношение к вопросу иудейско-христианского диалога да я не виноват но чтобы двинуть дальше диалог я должен эту ответственность принять добровольно без может обвинения кого-то как вы думаете ну я не могу вообще согласиться вот с такой как бы позиции у меня несколько другая позиция мне кажется что не надо брать ответственность за себя на собственно действия людей предыдущих там поколений которые произошли там много веков назад надо знать что они делали надо понять их ошибки надо понять их грехи и больше их не совершать то есть надо знать ту историю которая связана с этими людьми связана с этим вот очень тяжелым трагическим путем поэтому необходимо изучать историю на самом деле брать на себя вину их ну мне кажется это не очень не очень продуктивно потому что но вот действительно рождаются люди у нее совершенно иное сознание не рождаются в совершенно другое время у них другой менталитет почему они должны нести ответственность за те грехи которые совершали их скажем далекие предки мне кажется это не очень продуктивного но лучше изучать историю лучше знать что они сделали и измениться к лучшему давайте вернемся к вопросу холокоста мы же когда говорим о молчании церкви мы говорим же не только о германии мы говорим о церкви церкви в целом и промолчали не только христиане про промолчал вообще вся общественность мировая незадолго до возникновения уже активные фазы там второй мировой войны горячей фазы скажем так когда евреи пытались без бежать из европы мы же видим что многие страны которые в общем-то причисляют себя христианскому миру отказали им в убежище то есть это явление масштабное действительно так ну дело в том что опять же однозначно на этот вопрос ответить нельзя потому что разные страны по-разному относились к евреям есть страны которые совершенно героически вели себя по отношению к евреям например это норвегия это дания это албания который мало кто знает но албания наверно первая страна в этом списке в этой иерархии на первом месте потому что из двух с половиной тысяч евреев там погибла одна семья всех остальных албанцы спасли но албанцы же распространено мусульманство да это мусульманство более того у них в религиозной как бы традиции есть специальные понятия которые требуют от них помощи бедному помощи гонимому и вот они спасли надо помнить например о болгарской церкви которая совершенно героически себя болгарская православная церковь который совершенно героически себя вела по отношению к евреям она очень помогала она очень спасала их также как церкви скажем там скандинавских стран очень многие как голландские епископы и надо отметить что в значительной степени и французские и бельгийские христиане и простые священники и монахи и иерархии некоторые да они предпринимали героические усилия по спасению евреев некоторые из них погибли с другой стороны многие иерархи да действительно они молчали а некоторые церкви они прямо помогали по нацистам они способствовали в частности в германии были достаточное количество церковных служителей которые были про арийские так сказать и вообще они даже в богословском плане они продвигали идея арийского христианства иисуса арианина они евреи вот то есть это очень сложная очень многомерная история эти события и конечно их надо рассматривать комплекс однозначного ответа на поведение церкви на поведение христианского мира дать нельзя так же как и на поведение в общем самых разных стран одни страны они очень помогали евреям та же дания уже независимо от церковных составляющих а на уровне государстве норвегия и собственно и финляндия даже которая была с одной стороны она была соратником гитлера войне но они их евреи практически не пострадали за исключением там нескольких человек вот и они как бы не выдали не выдали германии евреев своих на расправу это было частью договора конечно тут очень сложные исторические обстоятельства и сам скажем ситуация в польше она совершенно не равна ситуации там в норвегии но тем не менее по историческому факту произошло все именно так и разные страны себя вели достаточно по-разному по отношению к время то есть однозначного ответа тут дать нельзя вот такой сложный вопрос мы знаем случае когда население могло укрывать евреев и напротив случае когда население стран откровенно выдавала евреев но мне кажется в прибалтике такая ситуация и в украине мне кажется тоже таких случаев довольно много а какова была ситуация в советском союзе точнее на территории россии на территории россии она собственно не очень многим отличалась от ситуации на территории других там республик до советского союза тогдашних или вообще на территории других стран часть населения она активно стучала на евреев она доносила в гестапо она их выдавала она грабила их имущество занимала оставленные дома отчасти евреев она героические часть населения героически спасал евреев рискуя собственной жизнью и жизнью своих детей есть страны да действительно где значительная часть населения большая часть населения она была или так называемым байстендерами то есть людьми которые в общем равнодушно сторонние относились страданиям евреев или выдавали их или даже участвовали в антиеврейских акциях есть страны в которых этого почти не было есть страны в которых были и те и другие явления например там в той же голландии или в той же франции вот но надо сказать что общий какой-то тоже черты вот под это подвести нельзя сказать что население какой-то одной страны она вот выдавала евреев до население другой спасала это невозможно в той же польше в которой был довольно сильный антисемитизм который немало поляков она как бы способствовала там уничтожение евреев там выдавал их в той же степени там самое большое количество праведников народа мира зафиксированных в яд вашем там больше пяти тысяч человек кажется поэтому все это достаточно сложно и люди себя вели как и страны как и церкви они себя вели по-разному и даже внутри одной и той же церкви внутри одной и той же страны население совершенно по-разному относилась обобщающих выводов каких-то тут делать очень сложно многие мне кажется не знают что огромную роль на воссоздание еврейского государства создание израиля сыграл иосиф стали и по-моему он даже поддерживал войну за независимость 48 года так ли это на самом деле он сыграл довольно значительную роль в создании государства израиль но исходя из чисто политических соображений потому что его интересовали геополитические расклады и влияние на ближнем востоке что касается войны сорок восьмого года он никакой роли тут не сыграл тут сыграли роль другие там политические лидеры и собственно прежде всего героизм еврейского народа были ли какие-то серьезные вспышки антисемитизма уже в более поздний период после сталинский хрущевский может быть брежневский период и может быть пару слов про оттепель 70-х когда на короткое время граница была открыта что это было за период но собственно острых таких старт приступов антисемитизма в эти времена уже не были но было постоянное давление на евреев и были постоянные ограничения на евреев которые носили такой вот достаточно тяжкий и постоянный характер евреев не принимали на работу на хорошую там нельзя было поступить на наиболее престижные там институты и университеты но был разве достаточно бытовой антисемитизм государстве на антисемитизм вот но под давлением как изнутри очень многие евреи хотели выезда в израиль и требовали этого выезда образовались многочисленные группы еврейские которые так сказать настаивали на выезде и благодаря международной поддержки их действием политических лидеров запада вот так сказать наступил короткий период когда в конце там начале в конце там 70-х годов были такие выезды евреи в израиль юрий давайте мы сделаем поворот сторону уже иудейско-христианского диалога это же и довольно очевидно мне кажется факт что все таки именно трагедия холокоста сподвигло христианство на глобальную переоценку своего отношения к еврейскому миру и дало первые базис первые такие толчки к возникновению иудейско-христианского диалога но я бы сказал так что холокост он он был триггером таким он способствовал очень сильно иудейско-христианскому диалогу потому что после холокоста когда 6 миллионов евреев было убито когда десятки миллионов людей погибли от зверств нацистских но в общем весь христианский мир и христианские богословы они задумались над этим вопросом каким образом это могло произойти как царствовавшие в течение двух тысяч лет евангельская идея могла не реализоваться и собственно немецкие солдаты которые там ходили с пряжками год метун сбок с нами как они могли зверствовать как они могли убивать людей обычные немецкие бюргеры христианский мир задумывался над сути собственно своей идеологии на сути своего богословия над сути своего богословия иудаизма теологии иудаизма и пришли к выводу что надо ее пересматривать это было очень мощным толчком и по и уже там сорок седьмом году состоялась первая конференция в зелесберге когда вот собрались католики протестанты и евреи они начали пересматривать свои исторические взаимоотношения но я бы не сказал что это было все таки началом диалога потому что он пунктирно происходило раньше уже и в девятнадцатом веке были люди которые требовали прекращения гонения на евреев у них еще были миссионерские как бы цели они считали что евреи спасутся только приняв иисуса но тем не менее они были категорически против гонения на евреев они пытались ними говорить пытались ними договариваться в частности вот там британские многие миссионеры на палестине и так далее а в двадцатом веке уже и в первые половины двадцатого века были отдельные люди которые опередили значительное свое время которые уже говорили о том что им миссионерство не нужно потому что они говорили о том как и некоторые еврейские мыслители в частности frans розны Они говорили о том, что евдоизм это избранная религия, это евреи избранный народ Божий, и им не надо миссионерствовать, они не должны приходить ни к чему, это как две ветви, которые самостоятельно придут к Богу. И это были христианские священники, в частности, это англиканский священник, протестант Джеймс Парк, это был католический священник-богослов, крупный довольно историк Жозеф Вонсерман, и вот они как бы были такими предтечами и предвестниками будущего иудейско-христианского диалога. К сожалению, о них практически очень мало известно, и вот эти все, конечно, вопросы, их надо там поднимать, а мне кажется, их важно изучать, опять же, с той целью, чтобы понимать, что всегда появляются люди в самый сложный период, в самый, казалось бы, непредсказуемый период, которые выдвигают новые совершенно такие радикальные, революционные и очень гуманистические идеи, и которые тем самым перекраивают всю историческую, философскую карту современности. Лично для меня очень сложный вопрос. Вообще, в принципе, религиозный диалог, но он возможен? Или это все-таки больше диалог культур, диалог миров в широком смысле? Ну, вопрос как бы сложный, да, насколько он возможен, в каком, опять же, в зависимости в какой мире. Если речь идет о пересмотре каких-то коренных теологических утверждений той или иной религии, то обе стороны стараются избегать этого, поскольку это ведет просто к потере самоидентификации религиозной. Но с другой точки зрения, вот знакомство с другом и знакомство с культурой друг друга, оно значительно расширяет, в общем, возможности и представления в обеих религиях, тем более христианство и иудаизм, они коренным образом взаимосвязаны, в общем, они обе являются дочерними религиями, по сути дела, от постбиблейского иудаизма, и только обогащают друг друга. А кто первые были в этом диалоге, в этой теологии после Холокоста или в диалоге после Холокоста? Первые в каком смысле вы имеете? Конфессионально. Конфессионально это были, конечно, протестанты, они были более радикальны в своем требовании и желании пересмотреть вот эти исторические обстоятельства. Но это объясняется в значительной степени тем, что христиане, в отличие, скажем, от Ватикана, в отличие от католической церкви, протестанты, да, они не являются вот такой вот пирамидальной структурой, они разнообразны, у них нет единого центра управления, они достаточно свободны внутри своих церквей в выработке каких-то новых богословских положений, независимых от других. Но здесь другая дилемма, Юрий. Если у католиков есть вертикаль, у православных все равно есть определенное нисходящее богословие, я бы так сказал, то у нас, у протестантов, мы же каждый сам себе богослов. Я могу выработать какие-то вероучительные положения и поменять их, но они не будут быть авторитетом для других протестантских конфессий. То есть я хотел сказать, что нам в каком-то смысле проще, а в каком-то сложнее. У нас нет папы, который бы сказал, как нам верить. Я в данном случае говорил как раз в аспекте того, что проще. И дело в том, что если различные протестантские конфессии, они независимы друг от друга, то в рамках каждой из конфессий, а эта конфессия может включать миллионы членов, то она вырабатывает собственную позицию. И эта позиция совершенно не должна быть как бы единой для всех протестантских церквей, поскольку они конфессионально, юридически, да, они как бы разделены. И в этом смысле, конечно, им было проще, и поэтому протестанты, которые присутствовали на той же Зелезберской конференции, которая первая выработала вот новых 10 тезисов отношения к иудаизму, христианство к иудаизму, и наоборот, отношения иудаизма к христианству, они, собственно, и были вот такими инициаторами, наиболее радикальными воплотителями, что ли, в жизнь этих тезисов. Что касается католической церкви, то эта пирамидальная структура, она гораздо более инерционна, она зависит, в общем, от единого центра управления. И в силу своей традиционности, инерционности, конечно, им было сложнее вырабатывать новые концепции, но все равно процесс пошел. Он пошел медленнее, уже, собственно, к концу 60-х годов, конечно, не без влияния вот таких личностных факторов, в частности, папы Иоанна XXIII, совершенно выдающегося папы, который во время войны, будучи нунцием в Турции, он выдавал фальшивые документы евреям, он спасал их, он как бы делал справки всякие для них, которых способствовал созданию государства Израиль, действительно, великий папа был. И он, собственно, подготовил Второй Ватиканский собор. Но, кроме того, само вот это движение, был дан ему толчок уже, вот этот вектор, послевоенный, постхолокостовский вектор, он, собственно, развивался. Но, что касается православной церкви, если уж говорить об этом, третья как бы составляющая, то ей наиболее сложно, по-видимому, отменяться. Почему? Потому что она, как бы, в отличие даже от католицизма, более традиционной религии, она, в общем, очень прочно держится за священное предание. Священное предание, священное писание составляют две, как бы, основы ее мировоззрения. Вот. А священное предание, к сожалению, ну, так уж случилось исторически, оно глубоко антиюдуистично, практически во всех своих проявлениях у святых отцов. И сказать православным христианам, что вот, в отличие от католиков даже, что вот это вот то, что писал там Иоанн Златоуст, нам совершенно неинтересно, это довольно сложно. Меняется все равно отношение на уровне социальном, так сказать, на уровне отношений. Но в смысле богословском, глубоком, да, теологическом смысле, эти изменения, они довольно затруднительны. И тут вот, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу насчет фундаментализма, да, пробуждения фундаменталистских тенденций, можно сказать, да, это вот, это довольно сложная вещь. Как, не меняя своих основных воззрений, тем не менее участвуют в диалоге. Поэтому на самом деле, когда происходит диалог, то и христиане, и иудеи, они стараются не затрагивать основополагающих каких-то положений. Но, скажем, понятно, что для христиан весь центр мировоззрения, вся их религиозная жизнь, она концентрируется, сосредотачивается на личности Иисуса как спасителя, как Бога человека. А для евреев это совершенно неприемлемо. Но эти темы, собственно, и Иисуса, и его происхождение, и так далее, то, что закладывается в христианской теологии, можно как бы обходить, потому что и на уровне дальнейшего развития, и теологии, и священного предания, и их изменений, и социальной взаимопомощи, и социальных совместных проектов, и исторических проектов, да, можно очень много сделать, к очень многому стремиться. И даже в теологическом плане можно свои убеждения менять. Но, в частности, протестанты, они тоже меняли свои убеждения. В 20 веке появилась так называемая теология снизу, как бы к ней ни относиться, да, но которая там пересматривает саму личность Иисуса, которая там считает его идеальным человеком, другое дело, а не богочеловеком, другое дело, что в других конфессиях к этому относятся по-разному, не принимают этой концепции более традиционно, но, по крайней мере, вот такие движения есть, теологические перемены есть. И они как бы способствуют диалогу. А на вот эти основополагающие утверждения даже существуют, в общем-то, запреты некоторые. Ну, прежде всего, конечно, исторически со стороны иудеев, поскольку они боятся празелитизма, они боятся миссионерства, они вспоминают вот это вот, или крестись, или умрешь, вот эти вот исторические тенденции. Поэтому в некоторых еврейских конфессиях, которые иудаизм тоже неоднороден, там тоже все происходит по-разному, даже вот их лидеры, они как бы запрещали вести диалог на уровне богословском. Вот. И именно из-за опасений, из-за опасений празелитизма. Дорогие друзья, но мы еще продолжим говорить о развитии иудеевско-христианского диалога во всем мире, в том числе и в России. Оставайтесь с нами, смотрите нашу передачу «На путях диалога». С вами были я, Анатолий Ермухин и Юрий Табак. До свидания. До свидания, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok